МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Никто не забыт, ничто не забыто". 22 июня в России, День памяти и скорби. Выбираем объект благоустройства. На портале Живем на Севере стартовал новый опрос. Проект «Уютный Ямал». Муравленковцы в числе лидеров по количеству инициатив. 22 июня в России, День памяти и скорби. В этот день, 82 года назад, началась Великая Отечественная война, ставшая самой кровавой и разрушительной в истории страны. Она длилась 1418 дней и ночей и унесла жизни 27 миллионов человек. В День памяти и скорби в России отдают дань уважения тем, кто стоял на защите Родины, ковал Великую Победу на фронтах и в тылу. В сквере Победы к монументу «Война-освободителя» жители города возложили цветы. 22 июня – день, когда наша страна столкнулась с одним из самых трагических событий в своей истории. 82 года назад немецко-фашистские войска атаковали мирные города и села. В России нет семьи, которую бы не коснулась эта война. Сегодня как никогда важно помнить о событиях в годы Великой Отечественной войны. Сегодня один из дней, когда мы можем возложить цветы к монументу и почтить память погибших. 22 июня – один из самых трагичных дней нашей Родины. Это день памяти и скорби. Его необходимо отмечать для того, чтобы помнить о подвиге прошлых поколений, которые принесли жертву ради нашего будущего, будущего наших детей. Мы день этот вспоминаем и с борью, и с горечью, и с гордостью, конечно, за наши поколения, за наших предков. Они справились и добыли великую победу. Победу в Великой Отечественной войне. Это память, которая останется для нас и для наших детей, для наших потомков. Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, проходят по всей России. В Муравленко участие в памятных акциях приняли школьники. Для ребят провели уроки мужества, информационные часы. Дети побывали на тематическом мероприятии, мы помним, в отделе досуговой деятельности. Им рассказали о событиях войны, о мужестве и героизме советского народа. Донести до подрастающего поколения правду о самой жестокой войне сегодня как никогда важно. Нас призывают не вспоминать о тысячах расстрелянных и заживо саженных женщинах, до последней минуты боровшихся за жизнь своих детей. Может, кто и способен это забыть, но мы помним. А в городской библиотеке в рамках всероссийской акции «События немирной жизни» ребята из пришкольного лагеря с помощью интерактивной карты восстановили ход событий Великой Отечественной войны. Также девчонки и мальчишки узнали о земляках, которые участвовали в боях с фашистами. Библиотекари поделились воспоминаниями ветеранов войны, как прошла их молодость на фронте и спокойная жизнь после войны. Закончили мероприятия библиотекари мастер-классом по созданию свечи памяти. Алёна Гафарова, Андрей Нагибин и Сергей Лукович. Новости Муравленко. В многопрофильном лицее глава города Елена Молдован встретилась с выпускниками-медалистами 2023 года. В этом году на высшую награду за отличие в учёбе претендуют 15 учащихся лицея. Все ребята – потенциальные медалисты. Они набрали высокие баллы на экзаменах, а за школьные годы добились успехов в учёбе. Алина Латыпова – выпускница лицея по медицинскому профилю. Девушка мечтает стать врачом-офтальмологом, а после окончания вуза намерена вернуться на Ямал. С детства хотелось мне спасать людей, лечить их. Планирую поступать в медицинский университет на факультет лечебного дела. Выпускник кадетского класса Мурат Давуда в школе заинтересовался воинскими дисциплинами. Мечтает поступить в университет Санкт-Петербурга на юридический факультет и в будущем стать прокурором или обеспечивать национальную безопасность страны. Я всё сдал уже. У меня в сумме вышло 236 баллов. Я думаю, этого хватит. Надеюсь, что этого хватит. И будем учиться. И в дальнейшем планирую приехать опять же в этот город, работать здесь. Знаете, я вот правда с большущим, просто огромным уважением отношусь к тому результату, с которым вы пришли на этот момент. И понимаю, что за этим очень большой ваш труд. Встреча главы города с лицеистами прошла в формате неформального разговора. За чашкой чая ребята поделились с Еленой Молдаван историями своего пути к золотой медали. С благодарностью рассказывали о поддержке учителей и родителей. 11 класс – это не только учёба и подростковый возраст. Это именно первая, наверное, ступень к взрослению. Я не могу сказать, что мне прям совсем легко учиться, но справился. И спасибо большое родителям за то, что поддерживали на протяжении всех двух лет и вообще всей моей школьной жизни. Выслушав каждого выпускника, Елена Молдаван поделилась воспоминаниями о своих школьных годах и истории пути к успеху. Разговор получился очень душевный. Мне очень понравилось слушать главу города. Это вывел для себя много нового и интересного. Там было сказано очень много мудрых фраз. Надеюсь применить их в будущем жизни. Как раз перед поступлением в ВУЗ, перед серьёзным шагом в будущее, я думаю, это очень важная встреча. Мне очень понравилось, потому что мы разговаривали о каких-то наших проблемах, о каких-то таких внутренних моментах. И всё равно этот разговор по душам, он очень важен и нужен. Помогает почувствовать, что ты такой не один. И даже человек, который успешен в своей профессии, тоже сталкивался с такими проблемами. В завершении встречи Елена Молдаван пожелала медалистам успехов на долгом и интересном жизненном пути. И отметила, что упорство, целеустремлённость и трудолюбие помогут преодолеть все трудности. Наталья Матюшкина, Юлия Сидорюк, Сергей Лукович. Новости Муравленко. В регионе завершился приём идей для участия в проекте «Уютный Ямал». Муравленковцы предложили 96 инициатив. Лучшие из них жители города выберут осенью текущего года в ходе народного голосования. Благоустроить детские площадки, установить арт-объекты, развивать спорт, провести массовые мероприятия. Эти и многие другие идеи в этом году поступили от жителей города в рамках проекта инициативного бюджетирования «Уютный Ямал». В Муравленко проектный офис распахнул двери 1 мая в приёмной местного отделения партии «Единая Россия». Предложения принимали и на портале «Живём на Севере». Муравленковцы, как всегда, очень активно включились в процесс подачи своих идей на портале «Живём на Севере». Муравленко вошёл в топ-3 по количеству поданных инициатив на Ямале. Наши горожане предложили 96 проектов. Проекты самые разнообразные – это проведение общегородских мероприятий, капитальные ремонты, учреждения, образование культуры, устройство детских площадок, велодорожек. Комиссия проектного офиса уже отобрала инициативы. Теперь у жителей есть целое лето на то, чтобы оформить свои идеи в полноценные проекты и презентовать их землякам. Голосование состоится в сентябре. В следующий этап прошло 44 инициативы. Вскоре мы свяжемся с их авторами и продолжим работу. Голосование пройдёт на портале «Живём на Севере» в начале сентября и по традиции также на очных участках для голосования. Елена Поликарпова заявилась с предложением впервые провести в Муравленко бал до шкалят. Инициативная группа уже продумала все детали, вплоть до нарядов детей. В будущем бал может стать доброй городской традицией. Ну а в следующем году значимым мероприятием в череде событий, посвящённых юбилею города. Это яркое, значимое, торжественное мероприятие для всех выпускников детских садов города Муравленко. И мы очень надеемся, что объединим более 500 девчонок и мальчишек, родителей, педагогов. Развитие спорта в числе топ-инициатив «Северян» Анастасия Роденкова предложила сразу три идеи. Одна из них – организовать в городе мероприятие, на котором будут чествовать спортсменов и тренеров, победителей всероссийских и региональных соревнований. Также девушка предлагает в будущем году провести в Муравленко соревнования по самбо, посвящённые Дню Героя. Если честно, стал большим фанатом самбо, потому что, посмотрев на соревнования, как маленькие детки, какие они испытывают эмоции, как борются за победу, очень хотелось подарить им этот праздник. Потому что для них соревнования – это большое и значимое мероприятие, праздник. Но не просто праздник, а чтобы всё-таки он был приурочен Дню Героя, чтобы ребята с детства понимали, что нужно гордиться и любить свою страну, гордиться теми людьми, которые защищают её. Проект инициативного бюджетирования «Уютный Ямал» запущен в 2018 году. Главная его ценность в том, что именно жители решают, на что будут направлены бюджетные средства и какие задачи необходимо решить в приоритетном порядке. За пять лет в Муравленко воплотили в жизнь свыше 40 идей горожан. Так, например, в Муравленко провели фестиваль «Автоледи», кулинарный конкурс «Городской пикник» и другие яркие мероприятия. Алёна Гафарова, Андрей Нагибин. Новости Муравленко. Жители Муравленко предлагают выбрать проект по благоустройству, который планируется реализовать в 2024 году. Опрос до 10 июля проходит на портале «Живём на севере». На выбор муравленковцам представлено три общественных пространства. Это стелла номер два на въезде в город, детская площадка в районе жилого дома номер 72 на Ленина или игровой комплекс возле дома номер 4 на улице Дружбы народов. Это все новости на сегодня. Ещё больше подробностей на нашем сайте muraulinko24.ru и в социальных сетях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok